Спокойный характер псикопса может вмиг измениться после проливных дождей. Обильные осадки часто заставляют реку выходить из берегов. Сейчас по сигнальным отметкам на опорах моста видно, что вода в реке находится на минимальном уровне. Однако заигрывать с погодой не стоит, заметил губернатор на координационном совещании. Вениамин Кондратьев попросил подготовить в регионе силы и средства на случай подтоплений. У нас 26 муниципальных образований находятся в зоне потенциального риска. Еще раз обращаю внимание, 200 населенных пунктов, примерно 180-200 тысяч людей. Сергей Анатольевич, я вас прошу и глав муниципальных образований организовать постоянные дежурства на реках. Именно постоянные дежурства, чтобы мы контролировали воочию уровень реки. Вот сегодня это необходимо делать. Еще раз подчеркиваю, мы еще, еще снег в горах не начал таять. Если нужно, поставьте дополнительные посты и привлекайте тогда и общественников максимально, всех, кто будет контролировать уровень реки. Я вам поручаю и систему помещения проехать лично и посмотреть, насколько она на самом деле находится в актуальном режиме, а не просто она есть. И места временного размещения людей тоже не просто есть на какой-то схеме, а конкретно. За обстановкой в крае круглосуточно следят в центре мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 206 автоматических гидрологических комплексов фиксируют уровень воды в реках. По словам синоптиков, низкие температуры задерживают массовое таяние снега в горах. И несмотря на пасмурную погоду, на Кубани практически во всех зонах осадки не превышают норму. На сегодняшний день запас уровней до отметок опасного явления составляет 3-3,5 метра на юго-западных притоках реки Кубань, это Северский район, на юго-восточной территории Краснодарского края от 1,5 до 4 метров в Отраднистово-Мостовском районах, от 1,5 до 6 метров в Овширонском районе. Такие прогнозы не должны подействовать на чрезвычайные службы, как успокоительный обращает внимание Вениамин Кондратьев. В режиме готовности по всему краю находятся больше 2,5 тысяч человек. В МЧС даже создали математическую модель затоплений на случай паводков. Общая площадь обследования состояла 571 квадратный километр. Проведенная работа позволит в режиме онлайн прогнозировать развитие обстановки и снизить время принятия управленческих решений. Об обстановке на местах к губернатору докладывают главы тех районов, в которых существует риск подтопления в случае непогоды. Для работы в режиме ЧС готовы и люди, и техника. Создана группировка в количестве 186 человек, 67 единиц техники. В целях организовано отселение населения из возможных паводковых зон, создано 7 пунктов временного размещения. Для эвакуации может быть задействовано 8 автобусов общей вместимостью 120 человек, а также транспортные средства повышенной проходимости 16 единиц. Обеспечена готовность 18 стационарных пунктов временного размещения людей вместимостью 1810 человек. Я считаю, что каждый глава муниципального образования должен подготовиться к сути чего, не дай бог, к паводкам. Вот с полным пониманием, погружением алгоритм действий. Где будет тонко, где будет все хорошо, никто сейчас предсказать не может. Не может, поэтому, пожалуйста, 26 муниципальных образований, все вы знаете, не хочу их перечислять, алгоритм действий на предупреждение чрезвычайных ситуаций должен быть. На масштабы последствий от возможных подтоплений влияют и берегоукрепительные работы вместе с расчисткой русел рек. На эти цели в текущем году направят 550 миллионов рублей. Непогода уже научила Кубань быть готовыми даже тогда, когда ничего не предвещает беды. Мы должны слаженно и оперативно, в случае чего, работать. В рамках полного взаимодействия, еще раз подчеркиваю, и в первую очередь на предупреждение ситуации. Посты выставить можем. Систему оповещения, в случае чего, которая сработает на предупреждение, чтобы безопасность людей обеспечить, сможем организовать. Даже в случае необходимости, пункты временного размещения людей тоже сможем. Автотранспорт для перевозки и эвакуации людей тоже сможем. И пункты горячего питания сможем. Все мы сможем. Если будем качественно каждый выполнять свою задачу. С природой поспорить невозможно. Поэтому должны быть просто готовы. Просто готовы. Поэтому я здесь обращаюсь к всем. Максимальное межведомственное взаимодействие и быстрая, оперативная, слаженная работа. Вот это залог успеха, что и безопасность людей обеспечена. И все у нас пройдет штатно. Какие бы вызовы природа перед нами не сделала. По прогнозам синоптиков, обильных осадков в Краснодарском крае не ожидается. А значит и уровень воды в реках останется на безопасном уровне.